Всем привет! Очередной гейм-тест на Daemon PS2, процессор Snapdragon 865. И вот будем сейчас пробовать играть на геймпаде Gamesir X2. Скачал я Lara Croft Anniversary Edition. Вот мы её сейчас и затестим. Так, поставим. Пускай в 3x будет. У нас европейский образ. BIOS тоже европейский поставили. Кстати, ранее я делал гейм-тест на Redmi Note 9s. Я скачал все части Lara Croft. Неиграбельны только две части на вот этом эмуляторе. Это Anniversary Edition и Dark Chronicles. Это так называется. Точно не помню. Что я заметил уже? Кнопки перепутаны. Где должен быть крестик, у нас кружок, а где треугольник, у нас в квадрате почему-то. Сейчас надо было нажимать X, а я нажал кнопку B. Здесь, короче, управление на Gamesir, как на этом, на Nintendo Switch. Где должно быть A тут B, а где B тут A. Заду-наперёд, короче. Так, у Lara Croft у нас нету лица. Одни сиськи, футболка. Сейчас мы это дело поправим. Настройками. Так, VU никак не реагирует. Скорее всего, дело у нас... Так. Вару-кров, где у тебя морда? Вообще вылетела. Что за херня? Ладно, сейчас применим профиль какой-нибудь. Вот, всё появилось, всё отлично. Что было? Непонятно. Ну, пропали шрифты. Не видно меню. Что за фигня? А, кстати, такое может быть из-за высокого разрешения. То, что мы 3x поставили. Такое бывает в играх. Так. Поменяем тут у нас. Здесь поменяем. Так, здесь стоит вообще 2x. Давайте с 1x начнём. Потом по мере игры поменяем другое разрешение. Вот. Всё появилось. Так что, возможно, это из-за 3x. Так. 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 на все офигенно работает геймпад определяется правильно но перепутаны кнопочки вот нажать x чтобы прыгнуть но я нажимаю на самом деле сейчас на кружок то есть к этому надо будет привыкать но я в этот эмулятор буду играть на джойстике айпега этот геймпад я буду чисто на game series тестировать ну или в цитре играть куртки тоже работают давайте поставим 3x то есть 2x 3x не будем ставить что-то в 3x то у нас сначала башки не было потом шрифтов не было выкрою это в меню 2x самое то и нагрузка меньше на процессор и графика нормальная все отлично full speed ну вот что я заметил сейчас поиграл я еще до этого вот в гнс в одну игру и в готов вар побегал джойстик протестировал вот этот самый game sir здесь курки качественные пели на и пике как будто диагональ хреново считывает мертвые зоны есть здесь все как-то качественно грамотно сделано курки здесь короче качественнее чем в айпега но сам форм форм-фактор мне почему-то удобнее на и пике слишком уже длинный джойстик получается вот этот game sir вот мы ставили в телефон у него и такая вот доска мне как-то удобнее больше на и пике играть по форм-фактору но вот стики левый правый до качественнее именно на game sir айпега хреново считывают диагонали вот сейчас надо было нажать квадратика я нажал по привычке там где он должен быть но квадратик у нас тут где крестик то есть до привыкать на вот хреново то что время по кнопок нет у нас в этом эмуляторе нельзя перенастраивать кнопочки что-то видите в 2x какие-то же артефакты пошли квадратик вообще где треугольник должен быть вот даже как а и 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 стенах появились так в режиме быстрый час и кадров их стало меньше ну-ка давайте ради интереса зайдем в 1x будут нет эти артефакты может все таки в некоторых играх добавляет нам глюки именно высокое разрешение ну что я уже сталкивался с этим по моему масло комбате в какой-то части так было еще где-то тоже такое видал сейчас уже не вспомню в 1x все нормально глюков нету так что эта игра несовместимая с высокими разрешениями в 1x все прекрасно ставим выше разрешение получаем уже дуке Хотя вот в кассцене тоже глюки появились. Тупо да мон. Смесь багов и глюков. Из всех частей Lyricroft я играл только в первую. На Nokia N-Gage это далекие лохматые года были. И последние три которые выходили на ПК. Это 13 года где на японском острове там бегаешь прыгаешь потом в Сибири. И которые последние. Вот в них я играл. Классные игрушки. Очень такие атмосферные. Интересно конечно. А вот в старые ларки я не играл. Почему то пропустил их. Да у меня компьютер поздно появился. Я уже сам себе его купил. Родители у меня жили небогато. Позволить не могли мне в свое время комп. Так что вот все детство я и проиграл на Сеге. На Соньке первой их брата. И позже мне привезли. Подарили с Питера. Родственники этот. Сегу Dreamcast. Хоть и Dreamcast тоже в свое время поражала графикой. Особенно когда ты в нее играешь после Соньки первой и Сеги Мегадрайв. Это вообще что то с чем то было. Были у меня 25 дисков на Сегу Dreamcast. У нас из них были такие шедевры как Headhunter. Headhunter. Tokyo Extreme в обе части. Quake 3. Что у меня еще. Resident Evil Code Veronica были. Record of Odos. И вот эти игры мне больше всего запомнились. MDK вторая часть. Soul River. Все это на Dreamcast было в свое время офигенно. Соньки второй у меня к сожалению не было. Да. Курки тоже работают все отменно. так что джойстик отличный. Но вот пока что минус для дамона в этом геймпаде. То что кнопки перепутаны. Остальное так то все. Все отлично вообще. И качество нажатий кнопок и стики и курки все все отлично. Но курки здесь пустые. То есть они действуют только на нажатии. Силу нажать они не определяют. То есть в гонках у нас чуть-чуть газануть не получится. Аккуратно. Так, мы же отсюда пришли, по-моему. Кстати, даже может и попрохожу эту игру. Я, в принципе, люблю подобные игры. Лара Крофт, Соул Ривер, вот эти игры мне вот по душе, где надо лазить, прыгать, головоломки решать. Ну, вообще, я больше любитель RPG-игр. Так, нам надо вот туда попасть. Так, не понял, почему не пали. Пали. Продолжение следует... Короче, хрен с ним. Поиграем, попроходим. Игра идет отлично. Правда, вот только в 1х, в 2х у меня пролетают какие-то клюки с графикой. То шлифт исчезнет, то ларик рост. Лицо исчезнет в меню. Такое было. Да и в 1х смотрится игра неплохо. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока.